Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. И да, к нам после длительного перерыва вернулись Orient, причем это даймерская модель Канна в крайне интересной расцветке, артикул RAA0913L. Посмотрим поближе на эту красоту, на самом деле модель Канна у нас появляется на обзоре не первый раз и даже не второй, но для тех, кто не помнит или не видел, пробежимся быстро по корпусу, он здесь массивный и классическая комбинация, когда бока полированы, а вверх ушек сатинирован. Ушки, кстати, немного скошены вниз. С правой стороны головка достаточно массивная, с логотипом бренда и защитными бортиками, головка, кстати, завинчивающаяся, но интереснее безель. Ребристые выступы, приятные, хватать их действительно удобно, удобно и крутить его. Безель однонаправленный 120-кликовый. Кстати, насколько я помню, прошлая модель Канна с красным циферблатом, там был безель туговат, здесь же он крутится абсолютно без усилий, приятный треск, действительно его приятно покрутить. Вставка алюминиевая, ее цветовая расцветка, конечно, привлекла. Первая четверть оранжевая, ярко-оранжевая, ну а дальше уже синий цвет. И тут вы, наверное, заметили, нет точки со светонакопителем в районе 12-ти и нет поминутной разметки до 15-ти или 20-ти минут, что обычно присуще все-таки дайверским моделям. Здесь хоть и уровень водонепроницаемости 20 атмосфер, то есть в часах можно действительно погружаться на глубину, она не стандартизирована, эта водонепроницаемость, поэтому здесь Orient решили отойти и вот убрали, точнее не добавили точку со светонакопителем, не добавили поминутную разметку, тем самым все-таки, наверное, часы более приблизив к гражданскому использованию, к городскому, а не к профессиональному дайверскому. Но, тем не менее, стекло минеральное, не сапфировая, в один уровень с безелем. В общем-то, исполнение классное, практически как и всегда у Orient. Под стеклом синий циферблат и солнечные лучи, так называемая структура, это значит, что цвет немножко перетекает от светлого оттенка к темному. Сам циферблат залегает глубоко и по часовой индексы со светонакопителем комбинируются с белой поминутной разметкой. Цветонакопители на мечеподобных стрелках и на треугольнике, на секундной стрелке, треугольник оранжевый под стать вот этой части вставки по безелю. Окошко даты тоже любопытно исполнено, вроде не выделено рамкой, но при этом сверху и снизу белая линия, а день недели и число также разделены. По циферблатам калибр известный F6922, соответственно, 22 камня, запас хода чуть более 40 часов и, конечно, два вида подзавода, авто и ручной, к чему мы с вами, собственно, и привыкли в современных моделях Orient, когда они подзаводятся как от движения, так и при помощи головки. Конечно же, все осуществляется максимально просто и стандартно, головку раскручиваем в нулевом положении, подзаводим. Далее первое для смены числа и дня недели, второе для смены времени. Стрелки достаточно чувствительно, быстро реагируют на движение головки, в 10 часов вечера начинается смена числа, перещёлкивается оно ровно в 12 практически. Далее уже подхватывается день недели, тут два языка, английский и испанский. Окончательно день недели встаёт на место где-то в 3 часа, тут из-за часовой стрелки не видно было. День недели и число в чёрном свете, но воскресенье будет красным исполнено. Выставляем текущее время, возвращаемся для смены даты, по часовой стрелке меняем день недели против собственно дату, ну и не забываем головку закрутить. Взглянем на заднюю крышку, она представляет собой в общем-то стандартное исполнение ориентовских задних крышек, винтовая Epson, два дельфина и кстати японская у нас сегодня модель на обзоре Made in Japan. Со светонакопителем, как и всегда у дайверских моделей Orient особых проблем нет, всю читаемую превосходно, под разными углами, обратите внимание, как красиво, но вот точки не хватает на безеле, и это значит, что вот мы крутим его, крутим в темноте, а функционально использовать его, к сожалению, не сможем. Модель на запястье, ох, красиво смотрится, чуть наверное великовато, тоже замечал в предыдущих обзорах на Canna, что они прям на мою запястье по краю, ведь высота по ушкам 50 миллиметров, диаметр 43,6, тоже не маленький, толщина 12,9. Ну вот, скажем так, на запястье от 17 сантиметров модель подойдет. Стальной сатинированный браслет, бока полированный, браслет качественный, ширина 22 миллиметра, цельный, застежка брендированная, с фиксатором, кнопочки, тоже все стандартно, мы это с вами встречали не раз, обхват браслета 20 сантиметров, вес часов 175 граммов, достаточно тяжелый. Не скажу, что модель станет отличным профессиональным инструментом для дайвера, но при этом городская среда, спортивный стиль, самое то отличное исполнение и превосходно читаемый циферблат. И я думаю, вы прекрасно понимаете, что не зря модель Canna у нас в четвертый раз появляется на обзоре, потому что здесь элементы практически все исполнены классно, начиная от внешнего строения, корпус, браслет, безель, и заканчивая оформлением цветовым, и собственно вставки по безелю и циферблату, ну и механизм, конечно, надежный, и с двумя видами подзавода. Тут опять же таки отмечу, что кому-то может не понравиться, отсутствие точек с накопителем и разметки по безелю поминутной, но еще раз повторюсь, что Canna это все-таки ближе к городскому использованию, городской среде. Освежу также вашу память, что у нас были модели черная, соответственно, черный циферблат, черный безель, модель синяя, тоже красивая, интересная, ну и красная, о которой я уже упоминал. Здесь расцветка привлекла меня тем, что я ее не так часто вижу в часах, оранжево-синим может быть и не обыденная комбинация, но зато интересная. По цене не могу сейчас сориентировать, не нашел практически нигде эту модель в продажу, но последний раз видел что-то в районе 30 тысяч рублей, в принципе очень достойно для японской механики. Аториент, которая на равных конкурирует с линейками КамАЗу, Рэй, даже не уступает за счет некоторых элементов харизматичных, интересных, любопытных, я бы сказал. И если появится возможность, конечно, достать зеленый вариант или вариант в пепси-стиле, то, безусловно, это сделаю и покажу их на обзоре тоже. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, и если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!